Всем здорово, чуваки! Сегодня мы купили рассмотреть, сколько фильтров для воды для этого ролика. Офигеть, да? Самое важное это то, что они у нас абсолютно новые. Давайте их распакуем. Так, даже в пакетиках, смотрите, абсолютно нулевый фильтр. Еще один. Как вы думаете, что в этой коробке? Тоже фильтр. И тут то же самое. Че ж так много пакетов-то, блин? Готово. А также для каждого фильтра есть новый картридж. Есть. Могу сказать о том, что сегодняшний ролик будет самый необычный вообще, потому что такой идеи вы еще 100% не видели. А все потому, что сегодня мы фильтруем самые необычные не напитки, а именно жидкости. Такие как мыльные пузыри, средство антижир, жидкость для розжига. И как вы поняли по названию этого ролика, клей. Цель нашего сегодняшнего ролика в том, чтобы понять, будут ли, например, надуваться мыльные пузыри, если мы эту жидкость пропустим через фильтр. Или, например, будет ли гореть жидкость для розжига, если ее отфильтровать. Ребята, это настолько уникальная идея, что я такого еще нигде не видел. Как вы думаете, что из этого будет работать после фильтрации, а что нет? Напишите предложение в комментариях, а мы сейчас проверим. И первое, что мы возьмем, это мыльные пузыри. Давайте для начала покажу, как они надуваются. Так, ну отлично, все работает, пузыри хорошо надуваются. Но что, если мы зальем эту жидкость в фильтр для воды? Будут ли они надуваться потом, после фильтрации? Я, честно говоря, очень сильно удивлюсь, если это сработает. Это будет просто шок нахрен. Давайте зальем. Заливаем жидкость. Радует то, что жидкость все-таки проходит через фильтр. Ну а пока она фильтруется, к нам в голову пришла очередная гениальная дебильная идея. Что, если мы возьмем фильтр для воды и пропустим через него водоотталкивающую жидкость? Как вы думаете, будет ли она после этого отталкивать воду? Мне лично очень интересно узнать. Если вам также нравится эта идея, давайте как только наберется под этим роликом 10 тысяч лайков, мы сразу же это снимем и проверим. Так что не забывайте спуститься вниз под этот видеоролик, нажать на кнопочку лайка, ставь видео на паузу, нажимай на красную кнопочку подписаться, сделай ее серой, и тогда ты станешь нашим подписчиком. Но если ты подписан, ты красавчик. Так, ну что, наша жидкость отфильтровалась, что-то ее стало как-то очень мало. Давайте вылим обратно. Так, заливаем. Ну а теперь смотрим, момент истины, ребята. Будут ли надуваться пузыри? Даже не знаю, очень интересно. Раз, два. Да ну нафиг, это что, работает, что ли? Это работает, ребята, офигеть. Это работает, какого хрена? Я не знаю, что сделал фильтр, но жидкость осталась мыльной. Вы только посмотрите вовнутрь, там очень много пены. Но пузыри почему-то не выдуваются. Что это за херня, ребят? Теперь мне становится еще интереснее, что станет с другими жидкостями. Давайте их проверим. А следующее это средство антижир. Это настолько мощная штука, которая удаляет любую ржавчину, там какую-то гвешуюся грязь. Что только она не удаляет, короче. Давайте на примере маркера я вам покажу, как она работает. У нас есть вот такая вот деревянная плашка. Рисую на ней две полосочки маркером. Теперь достаем обыкновенную влажную салфетку и пытаемся удалить маркер. Но, как вы видите, она только всю размазала и ни хрена не очистила. Так, наносим средство. Так. Уф, изи, вообще изи. Теперь берем наш новый кувшин с новым фильтром и заливаем сюда антижир. Заливаем. Ну что, ребят, средство отфильтровалось. Давайте узнаем, работает оно сейчас или нет. Но перед этим мне хочется проверить, уменьшился ли запах после фильтрации. Потому что изначально он воняет очень сильно. Я понял. Убираем крышку. Сейчас понюхаем. Оно очень воняет, капец. Ничего не изменилось, ребята. Давайте посмотрим, работает он сейчас или нет. Удалит ли он маркер. Черкаем полосочку. Ну, а теперь выливаем отфильтрованное средство. Ой. Да хрена, что-то прям. Ждем секунд 10. Ну, давайте теперь попробуем оттереть. Ну, вроде бы так же, да? По-моему, точно так же. Ну, мало того, что никакая ржавчина не останавливает этот азелит, так еще и фильтр тоже его не останавливает. Эту хрень вообще ничего не берет. А следующее, это жидкость для розжига. Как вы думаете, будет ли она гореть после фильтрации? Мне очень интересно узнать. Но какие-то вот сомнения поселил во мне азелит, потому что что-то с ним ничего не случилось. Ну, давайте проверим эту жидкость. Но для начала давайте возьмем вот такую вот маленькую дощечку и нанесем на нее жидкость для розжига, для того, чтобы вам показать, как она горит. Смотрите. Поджигаем. И она горит. А теперь давайте пропустим ее через фильтр для воды. Господи, что такое? Заливаем. Такое ощущение, как будто после фильтрации жидкость стала прям кристально чистая, потому что изначально она была какая-то желтоватая. Я думаю, это наглядно видно. Но будут ли свойства этой жидкости так же отличаться? Давайте сейчас узнаем. Берем уже новую сухую дощечку и выливаем сюда отфильтрованную жидкость. А теперь барабанная дробь поджигаем. Хочу сказать о том, что фильтр свойства жидкости, но никак не поменял, и она до сих пор горит. Если даже не лучше стало гореть. Но сейчас остается только вся надежда на клей. Я очень хочу, чтобы он перестал клеить вообще. Клей, если ты меня слышишь, пожалуйста, перестань клеить. Вот он тот самый клей. Мы специально взяли очень водянистый для того, чтобы его было легко отфильтровать. Но перед тем, как мы зовем его фильтр, давайте наглядно я вам покажу, как он клеит. Смотрите, берем бумажечку и капаем сюда чуть клея. Давайте теперь его размажем и склеим. Ну а пока клей на этой бумажке будет сохнуть, давайте пропустим его через фильтр. Так, ну давайте откручиваем крышечку и выливаем. Я очень надеюсь на то, что клей все-таки начнет фильтроваться, потому что прошла уже минута, а он даже не капает. Как так? Его нет, какого хрена? Весь тюбик ушел. Где клей? Вы на раз спросите, что я делаю? Тут проблема в том, что клей не фильтруется. Он вошел в фильтр, но никак не выходит. Поэтому я стучу для того, чтобы хоть какие-то капельки из него вышли. Как вы помните, этот тюбик был практически полный. А получили мы из него всего лишь... Вы только гляньте, это что? Пару капель? Но самое главное, это то, что нам этого полностью хватит для проведения эксперимента. Берем еще одну бумажку и выливаем нашу капельку. Размазываем также капельку и склеиваем. Теперь пускай сохнет. Итак, ребята, клей подсох. Давайте для начала возьмем бумажку, которую клеили обычным клеем, нефильтрованным. И посмотрим на нее. Я специально вставлял вот такие вот уголки, для того, чтобы за них можно было легко потянуть и посмотреть, приклеился клей или нет. Итак, бумажка с обычным клеем. По-моему, отлично приклеилась. Неудивительно, что клей, предназначенный для бумаги, смог склеить бумагу. Я думаю, что вау-эффекта тут нет. Но давайте раскроем вторую бумажку. Как видите, эту бумажку что-то прям жестко загнуло, как от воды. Интересно, значит ли это то, что она не склеилась. Раз, два, три. Ну, слушайте. Знаете, сказать, что она что-то склеила, ничего не сказать. Потому что если мы просто намочим бумажку и склеим ее, мне кажется, она приклеится точно так же, как и эта. Даже внешне видно, что отфильтрованный клей склеил бумажку намного хуже, чем обычный. Ребята, если вы думаете, что это неправда и что это не работает, возьмите фильтр для воды, залейте туда вот такой вот клей и убедитесь лично в том, что это действительно правда. Ну и как мы убедились в сегодняшнем видеоролике, мыльные пузыри после фильтрации напрочь отказываются работать и надуваться. Впрочем, точно так же, как и клей. Средство для розжига у нас продолжает так же гореть, а вот антижир, как ничего не брало, так до сих пор и не берет никакая фильтрация. Но если вам понравился этот ролик, ставьте ему лайк, подпишитесь внизу на канал. Не забывайте, что я для вас снимаю только самые крутые и интересные эксперименты. Всем пока!